Другим темам. Не первый год жители Порт-Артурских переулков добиваются ремонта дороги на своей территории. Городская администрация словно не слышит. Люди готовы взяться за реконструкцию сами, но отсыпать дорогу запрещают. Не положено. Если выход из этой ситуации разбирался мой коллега Александр Попов. Порт-Артурские переулки действительно уже стали как портовые улицы. До естественных водоемов далеко, а вот неестественных хоть отбавляй. Лужи, грязь, отсутствие тротуаров, передвижение только в сапогах и застревающие машины, а также бесконечное обещание строительства дороги. Максим, который год отсыпает тротуары, откачивает воду из луж напротив собственного дома. Однако уже и руки опускаются, и насос на последнем издыхании. Просто дело в том, что я понять не могу одной простой истины. В городе выезжают, мерят глубина ямки 5 сантиметров, 40 сантиметров в длину, уже ямочный ремонт. Какой норматив у этой ямки? Глубины и ширины, чтобы ее отремонтировали. И у тех ямок какой норматив-то должен быть? Не надеясь на власти, другой сосед Владислав Агафонкин самостоятельно засыпал одну из ям, загнав туда 27 КАМАЗов-Щебенки. Однако эту деятельность остановили городские чиновники. С администрации пришел человек, постучал ко мне в ворота и сказал, что в дорогу делать здесь нельзя. Я выписываю тебе предписание, в течение недели надо все заровнять. Спасибо хоть, что не оштрафовали. Такую же бесполезную борьбу ведут и с грузовым транспортом, проезд которого по Забалуево официально запрещен. А неофициально именно здесь везут стройматериалы для строящегося рядом микрорайона. Очень большой поток. Это самая короткая дорога до Райдуги Сибири. Машин ездит очень много. Все такси, маршрутки, грузовые автомобили. Эта же дорога оказалась самой удобной для новоселов разрастающегося жилмассива. Хорошо, отлично передвигаемся, просто замечательно. Вот ищем тропы зайковые. Дети в школу идут здесь, потому что там в круговую далековато идти. Ходят на стадион, в спорткомплекс «Заря». Вот, месим грязь, да, обходим. Частники как-то стараются тут облагородить. Но, видимо, местность такая сама по себе низинная. Ну и усилий их не хватает, а советская власть сюда не дошла на окраину. Хотя в городской администрации периодически обещают дойти. Причем еще с 2018 года. Депутатские наказы множатся, а сроки каждый год переносятся. 2020 год закончился. Пришел ответ, что в этом году сроки финансирования истекли, денег нет. Извините, ходите как хотите. Но нам бы хотя бы лодки тогда сюда сделали или еще что-то, чтобы люди как-то переплывали. Александр Попов, Алексей Баженов. Новости ОТС. Новости ОТС.